Дмитрий Маликова Удалось подарить Казани не только самые лучшие эмоции, но и даже свою музыку А после спектакля известный композитор и певец просвещал уже начинающих журналистов Пообщаться со звездой эстрады для них бесценный опыт В стенах высшей школы журналистики КФУ артист поделился эмоциями после спектакля и даже вспомнил о своих татарских корнях Татар уже народ такой, очень талантливый, да? Немножко с хитринкой, да? И поэтому, мне кажется, если в крови есть татарская кровь, еврейская кровь и еще какая-нибудь Это вообще самое лучшее сочетание, потому что тогда ты многого добьешься Заметный интерес молодых журналистов вызвало появление певца на ютубе Буквально два дня назад в сети появился ролик, в котором он предстал перед всем миром в новом амплуа Бабки меня любят, в кармане видимо-невидимо Налика Узнают всегда и везде, погодите, извините, а не вы Дима Маликов Свой дуэт со скандально известным рэпером М.С. Хованским певец объясняет просто Мне просто лично не хочется становиться ретро-артистом, понимаете? Потому что, во-первых, я ему и так уже стал Почему все старые артисты становятся, ну, как-то скажем, вам неинтересным? Потому что они действуют, бьют по старым огородам Вот они делают то, что они делали все это время Певец пообещал, что еще не раз удивит своих почитателей неожиданными дуэтами и музыкальными решениями Ну а спектакль, который, кстати, Дмитрий Маликов сегодня показал уже в сороковой раз Отправится и дальше по стране Учить прекрасному Сергей Хайдаров, Андерс Интальцев, ТНВ «Казань»